Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, репортаж из мастерской. Сегодня у меня слесарочный день. Слесарю сегодня постараюсь сделать 4 клинка. Два клинка из стали Хром-12 Малиден Ванадий, которые заказные. И два клинка. Это ВГ-10 и это фуллтанг из китайской М390. По ним я отдельно сниму ролик. Ну а пока будем сегодня слесарить. Слесарку буду производить на китайской ленте гритностью 24, но она уже у меня осыпалась. И она теперь работает почти как 36. Вот аббревиатура. Это китайская. 584F. 1830 длина ленты. Она у меня что-то висела невостребованная. Я как-то раз ей попробовал. А потом, когда слесарил Хром-12 Малиден Ванадий, думаю, поставлю вот эту 24. И вы знаете, она, несмотря на то, что китайская, отработала достаточно хорошо. Поэтому сейчас на 40-й подгулявшей, которые я буду использовать для снятия первоначальных спусков формирования РК. И когда сделаю на двух, как говорится, спуске, перейду на эту ленту и начну слесарить. Но слесарить буду не совсем в классическом смысле этого слова. Что я имею в виду? Потому что у одного мастера на ютубе я посмотрел, как он слесарит. То есть он слесарит, делает, допустим, заходы, то есть формирует угол и потом сразу откручивает приспособу и слесарит практически от РК до обуха. Оставляет небольшую голомень. То есть я уже пробовал так слесарить. Не так, вот как бы по частям, что мы откручиваем потихонечку сегментами здесь, 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 здесь и постепенно двигаемся к обухам. А то есть начинается сниматься вообще весь полностью слой от РК до обуха. Я попробовал. Вроде работает. Все нормально. Давайте теперь я вам покажу, что из этого получится. Может вы тоже возьмете на вооружение. Это, эту методику. Сразу хочу сказать, что при такой методике, неважно какая у вас сталь, даже вот, грубо говоря, ХРУМ-12, еще какая-то. После того, как вы начинаете снимать вот отсюда до сих пор от РК до обуха почти. Когда вы снимаете клинок с приспособа, чтобы начать с другой стороны, здесь у вас клин повернутый, выгнутый, покрученный, поведенный. Но, когда вы переворачиваете, начинаете снимать с обратной стороны, то есть у вас клинок выравнивается в то положение, как и должно быть. Ну что ж, давайте пока я сделаю подготовительные все манипуляции с клинками. И потом уже начнем непосредственно с лесарка. Не переключайтесь. Так, один немаловажный момент, именно для начинающих мастеров, которые собираются делать ножи, это... Вот у меня сороковая лента, она уже явно подубитая. И уже, ну, годится еще для черновой, как бы, контуровки, какие-то там, снять окалину, где-то там, насечку сделать еще, и она вполне готова. Но уже для слесарки она не годится. Но еще для начала спусков, еще ее, она может послужить. Но при этом вы должны использовать вот такой вот алматный карандаш, как я уже ранее говорил. Но момент вот в чем. После каждого взбадривания карандашом абразива, скорость ленты нужно уменьшать. Потому что здесь уже абразива того, который был изначально заводского, нет. Он уже осыпался. Алмазом мы разрушаем пирамидки эти все. И уже, если вы будете работать на большой скорости, так как работает изначально новая лента, или хотя бы чуть-чуть изношенная, то у вас начинается пережигание, то есть начинает гореть все. Вот, после взбадривания, когда чувствуете, что уже абразив не работает, вы уменьшаете немного скорость. И тогда абразив начинает работать. Сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас у меня на частотнике стоит 21 Гц. Сколько это оборотов, не знаю. Поэтому... Видите, да? И все себе вполне нормальный съем металла. Вот, то есть или нет. Допустим, поставим 27 Гц. 27 Гц. Съема практически нет, но нагрев уже идет. Поэтому, после того, как вы взбадриваете алмазом ленту, сразу уменьшаем скорость и продолжаем. Работает. То есть вы сразу почувствуете, что идет абразивный съем. Ну, я думаю, что еще на этой ленте я черновые заходы сделаю. Еще плюс М390 и МГ10. Ну, и все. И потом эта лента у меня останется только для контролки, для подсвечения и все остального. То есть она уже выработает полностью свой рисунок. Так, ну что ж. Предварительное формирование спусков сделал. Вот они, 4 клинка. Ближе к кончику я не стал сводить, чтобы не перегревать. Кончик в процессе, как говорится, слесарки. Здесь надо будет чуть больше поработать. И все это выровняется. Будет все ровненько и симметричненько. ВГ10 и GM390A, производство КНР. Так, перед тем, как ставить ленту. Вы уже видите, да, сколько здесь. Протираем опорную пластину, потому что вот эта вся эта гадость потом отразится на тонких вентах при свесарке. Так, ставлю 24-го ленту, Китай. Гриндер у меня КМТ-1600. Но если отпускаем ригель, вытаскиваем его максимально, чтобы лента встала. И закрываем на одну. Этот уже не хватает, ригеля длины. Вот, притягиваем только одним барашком. Расстояние, кому интересно, между меткой, где стоит метка 1600 лента, 37 мм. То есть, все нормально, все у нас хорошо. Дальше, вырагиваем здесь. Так, по приспособия. Кто может заметил, кто не заметил. Сюда я, здесь у меня текстолит. Но, также я посмотрел у мастеров, что они работают на стекле. Я тоже приклеил здесь сюда стекло. И по металлической поверхности стекло скользит гораздо лучше и приятнее. Такое же стекло или полиацеталь, скорее всего, буду клеить на вот эту приспособу, чтобы оно лучше скользило по столику. Потому что в таком виде, ну, можно тоже работать, но не совсем комфортно. Я либо стекло приклею, пятерку или шестерку, либо полиацеталь. Посмотрим. Так, ну что ж. Берем наш кирлок. Здесь у меня уже все выставлено. Болтики, винты как есть. Зажимаем. И погнали. Что, как я ориентируюсь, по крайней мере, я не знаю, как вы, я мне удобнее. То есть сейчас у меня приспособа, винт выкручен в крайнее положение. То есть дальше он уже не крутит, потому что уже не хватает. Чтобы начинать слесарить, я прохожу сначала по вот этим спускам, которые я сформировал в сороковой, двадцать четвертой. Именно прорабатываю вот этот участок, который ближе, ну, как дольки или чойлы, еще что-нибудь. Чтобы здесь убрать немного металла. И потом выкручиваю. Я уже как бы натренировался. Где-то два полных оборота и еще четверки, либо половинку. И смотрю, как будет, начинает работать лента, сколько будет снимать. Ну, это в процессе я вам все это покажу. Так, все. Ставлю обороты здесь. Можно где-то поставить двадцать семь. Где? Это двадцать четвертая лента. Производ хвоста РНР. Прошел и стараюсь делать где-то особый подвоз. Сейчас в декабре по толщине плюс-минус ноль два, ноль три. В процессе снятия и старки это все выровняется. И все будет у нас, должно получиться, по крайней мере, ровненько и аккуратненько. Ну что ж, давайте будем смотреть. Так, ну что, прошли. Выровнял более-менее одинаково. Спустил, чуть проработал на кончике. Где-то туда. Смотрим, как здесь у нас идет по линии. Дальше берем маркер, проводим эту часть, которую снимаем. Делаем один, два полных оборота и еще четверть. И начинаем снимать вот уже основную часть. Вот так у нас пошел съем. Сейчас дойдем примерно еще миллиметра два, чтобы снять по вот этому подводу. И будем смотреть. Может нам будет, надо будет еще поднять и все уже поднимать. Ну, опытным путем уже можно понять, что если мы будем работать на два с четвертью оборота, то мы выйдем плюс-минус где-то вот сюда и что-то и выйдем на РТА. Значит, мы можем еще на четвертью оборота уменьшить градус. Получается у нас два с половиной оборота на АРМ. Ну, это, по крайней мере, на моей предпосаде. Так, понятно, можем еще на четвертью оборота. Ну, вот так вот и не спеша потихоньку мы начинаем смесарку почти до самого обуха. Так, смотрите, прошло буквально где-то минут, наверное, 10-12. Спуск уже почти готов. Здесь ширина, где остался маркер до РК, где-то около 2-1,5-2 миллиметра. Здесь уже остался сантиметр. Можем уже предположить, что если мы сделаем еще на четверть оборот, то тогда мы выйдем уже здесь будет у нас заход и будет сниматься здесь. Здесь практически уже не будет очень тонкая голомень и уже будем выходить к РК. Но пока сейчас, в данный момент, я не буду менять угол. Я сейчас еще поснимаю до того момента, когда здесь уже будет, ну, где-то 0,5-0,7 миллиметра ширины, вот именно до РК. И тогда уже, когда мы выйдем, плоскость почти к РК, мы можем чуть-чуть изменить. Вот, и изменить. И здесь уже будет у нас сниматься маленькими такими полосочками, либо чуть-чуть больше сделать угол, уменьшить тогда будет больше. Но здесь уже нужно следить, потому что мы с 24-й ленты будем переходить на 40-ю. И уже после 40-й, скорее всего, на 80-ю. И уже на 80-й мы будем уже почти финишировать, делать заход и выходить к обуху. То есть, вот этот способ достаточно быстрый. В среднем, если встать и вот начинать его слесарить, именно слесарить полностью от спуска, от РК до обуха за один проход, с одной стороны, потом с другой стороны, не постепенно, ступенями, а сразу, то это где-то занимает, ну, наверное, минут на 20 меньше времени. И так же хорошо работает. Вот так вот работает 24-я лента. Китайская, вы видите, да, какая поверхность. Она на ощупь чувствуется, что она шершавая, но абразив достаточно однородный. Полосочки нету никаких явных выраженных каких-то ям, какого-то паразитного там кирпича, который прогрыз поверхность. То есть, вот эта китайская 24-я, она работает достаточно хорошо. Работаю я на 27 Гц, больше смысла нет. Ну, можно до 30 дотянуть, сколько это оборотов, не знаю. Вот, клинок при этом не перегревается. Никаких проблем нет. Съем нормальный, постепенный. Ну, что ж, давайте буду сейчас заканчивать эту сторону, и потом посмотрим, что получится. Так, смотрите. Осталось где-то 0,5-0,4 полосочка с маркером до выхода на РК. Здесь осталось уже сантиметров 8, здесь где-то около 6. То есть, мы уже начинаем плавно подбираться к спуску. Теперь можно было оставить так же, как есть, перевернуть на другую сторону и слесарить с обратной стороны. Ну, я думаю, я сделаю, закончу одну сторону, потом переверну и буду заканчивать вторую сторону. То есть, чтобы потом по несколько раз не переставлять клинок, сейчас я поднимаю еще раз, уменьшаю угол на четверть, на половину от четверти. Вот, и уже буду подбираться с 24-й лентой. Вот, буквально, чтобы оставалось здесь где-то там пару миллиметров. И потом уже буду переходить на 40-ю и на 80-ю. И уже буду выходить на непосредственно полностью, чтобы здесь было снято до самого РК. Нигде не было видно маркера. То есть, чтобы была поверхность, выход был четко, плоскость выходила на РК. Ну, об этом я чуть попозже расскажу. Смотрим дальше. Так, вот, смотрите. Промежуточный этап уже закончен. Вышел я на РК. Уже здесь сведение где-то порядка уже 0,2. Даже, наверное, меньше. Когда еще с этой стороны сделаю, постараю, будет примерно 0,1-0,15. Может, даже еще и меньше. Теперь. Теперь процедура стандартная. Слегка проводим маркером по поверхности. Так как у нас уже здесь поверхность ровная полностью, потому что выход на РК состоялся. Теперь мы чуть-чуть меняем угол наклона. Уменьшаем. И продолжаем снимать 30-24 лентой. После того, как еще раз я говорю, останется где-то миллиметра два голомень. Здесь, может, меньше останется. Можем уже переходить на 40-ую, на 80-ую. И уже по существующей плоскости спуска уже финишировать одну сторону. Давайте я сейчас ее закончу, эту сторону покажу. И потом уже будем с вами переходить к другой стороне. Так, ну что ж. Видите, да? Здесь мы дошли до центральной линии. Сейчас будем слесарить с этой стороны. Вот так. Как ее так повернуть, чтобы видно было? Во! Видите, да? Коромысло какое. Ну что ж. Тем не менее, сейчас мы это все зажимаем. И начинаем выслесаривать. Как я и сказал, что это видео для начинающих ножевиков, как и я. Смотрите. Зажимаем мы вот такой клинок у нас. Видите, да? Он поведенный. После слесарки его выгнуло в одну сторону. Перед тем, как сейчас начинать слесарить, вы видите, здесь есть ход. Он играет в этом месте. Поэтому вот этим винтом докручиваем до того момента, когда он просто упрется в плоскость. То есть, все. На этом дело закончилось. Не отжимаем его в сторону, а просто до упора, до плоскости. И теперь начинаем слесарить. Вот в этом моменте, после двух-трех проходов, когда мы начинаем будем снимать мясо, условно говоря, с плоскости, у нас клинок начнет выравниваться. И здесь нужно смотреть. То есть, два раза прошли, два раза, три раза прошли на ленте, отпустили. У вас клинок выравнился. То есть, чтобы у вас не было все время в таком положении. Теперь давайте я это все, как говорится, покажу. Сейчас включаю. Включаю машинку. Так. Ставлю 20. 29. Нет. Нет. Возвращаю в то место, которое было. И возвращаю еще чуть-чуть. Потому что неизвестно, как пойдет слесарка. И потому что немного деформировал клин. Поэтому... Нормально. Можно так ставить. И все. И поймает. Видите? Здесь чуть больше снимает, потому что это... Откручиваем. И теперь работаем здесь и здесь. И здесь. Нагревается, но не сильно. В 30-е можно открутить. Суже, как говорится, не будет. Но передверь вы его тоже не можете. И таким образом мы снимаем почти до обуха с этой стороны, пока он не выравняется. Ну что ж, сегодняшний вечер, вернее, сегодняшний день подходит к концу. Смоха слесарили за сегодня только два клинка, потому что были еще вопросы по мастерской. Нужно было отнести заказы на вазон. Итоги сегодняшнего дня. Хром-12 молебденуаналий. Слесарил вот на вот этой приспособе. Вы его видели, когда я его показывал, что он был кривой. Вот сейчас в таком виде клинок. То есть он ровный, выровненный. После слесарки, когда я его начал слесарить с этой стороны, он начал выгибаться. То есть и он принял ровненькую форму. Особых проблем не было. Как я уже ранее рассказывал, Слесарил я максимально с наименьшими ступенями слесарки. То есть сначала сформировал вот такие вот. Сначала спускал, и потом уже сразу начал слесарить почти до обуха. Способ рабочий. Способ достаточно быстрый. Если хорошие ленты, подобрают ленты. То слесарится очень быстро. И по времени гораздо экономнее, нежели там какими-то ступенями. Ну это так. Кто захочет, тот пускай и делает. Кто не захочет, делает по старинке. Это как бы видео для начинающих ножевиков, как я. Так, следующий нож. Это GM M390A. Производство Китай. Слесарил я ее на вот этой приспособе. Все аккуратненько, ровненько. Осталось только просверлить. Сверлить будут китайскими сверлами по бетону. Ну, наверное, скорее всего, что я засниму этот процесс, чтобы увидели. Здесь мастер, видите, да, тыкал, проверял твердость. Твердость здесь где-то 62 единицы. Здесь тоже был замер твердости. И небольшой спойлер, небольшой спойлер к будущим роликам. И вот еще один клинок. Это WG-10 китайского производства. Вот здесь тоже делали уколы, проверяли твердость. Спойлер. Почему эти две железки у меня? Когда я начал разговаривать с мастером, он говорит, что взял китайскую вот эту же М390А и начал термичить, ну, как М390. И оказалось, что вот эта железка твердость не набирает. Он мне перезвонил, мы с ним обсудили там. Сначала, может, думают, отжечь перед тем, как, может, там, китайцы где-то ничего-то замешали. Они так, то есть, лучше отжечь, потом поднять температуру, потом, в общем, человек сделал там танцы с бубнами, с криво, двойное криво, тройное криво. В общем, все. Результат. Результат 62 единицы. Больше эта сталь китайское производство М390 не набирает. При том, что она заявлена порошковая. Но WG-10 китайского производства сразу дала, без всяких танцев с бубнами, 62,5-63 единицы. То есть, она более стабильная, более качественная, никаких танцев с бубнами не надо. И она набирает нормальную твердость. Естественно, у нас возник вопрос, почему на М390, которую позиционируют как замена оригиналу, и многие говорят, что она не хуже, а еще где-то местами и лучше, нежели оригинал, мы решили сделать такой, как говорится, финт ушами. То есть, он мне присылал, присылает вот эту М390 китайскую, WG-10. И я сейчас отслесариваю потом вот этот клинок, делаю рукоятки, ну, полностью собираю ножи, не делаю будут временные. Собираю полностью ножи и буду проверять у себя. Порежем канат, порежем, построгаем, посмотрим, как она по робу, по механике и все остальное. Потом, если я договорюсь с охотниками, отправим эти два ножа на охоту, чтобы именно сравнили М390 и WG-10 китайского производства. Потому что потом мы начали он тоже узнавать, я с мастерами созвонился, списался, ну, объяснил ситуацию, почему такая М390 говорит, что китайские производители могут где-то не доложить углерода, могут там еще что-то не доложить и все. При том, что везде-везде пишут, что китайская М390 твердая 64, 65, 63, 5, 60, короче, бла-бла-бла, это все туфта, больше 62, она не поднялась. И при том, что это вот сталь М390 из последних поставок китайцев, насколько я понял. Ну, поэтому будем сейчас сравнивать. То есть, сравнивать, если WG-10 режет гораздо круче, чем порошковая, якобы заявленная китайская М390, то задачнику сразу возникает вопрос, что это за железка, чего там наделали китайцы и чего от нее ждать. Так что, вот такой небольшой спойлер будущего, будущих тестов и будущих исследований именно вот этих двух стали. М390 Китай и WG-10. Ну что ж, на этом все. Всего доброго, пока-пока. У кого будут какие-то вопросы, задавайте, пишите. Что знаю, тем поделюсь. На этом все. Всего доброго, пока. Берегите себя.